С самого начала вся семейная жизнь Игоря и Наташи проходила в кругу людей, практикующих оккультизм. Я лично увлекалась астрологией, составляла гороскопы. Наш бизнес строился на лунном календаре, на всех этих астрологических моментах. Мы заключали сделки по этим лунным календарям. То есть мы всё рассчитывали, мы свою жизнь рассчитывали вперёд таким вот образом. Мы жили тем, что нам пророчествовали. То есть мы жили в ожидании того, о чём нам говорилось. В ожидании как хорошего, так и нехорошего. Мать Наташи, в то время довольно известный экстрасенс, имела огромный авторитет в их семье и оказывала на Наташу серьёзное влияние. Проблема в чём, что нам обещали, причём не мне, а нам обещали, как в семье. Та же тёща моя, она говорила, всё будет хорошо, вот Игорь будет работать, вот у вас всё будет. Поначалу всё так и было. Успешная работа, семейное благополучие, да ещё плюс ко всему они узнали, что Наташа беременна и ждёт сразу вдвоём. Мы ожидали, мы радовались, мы уже жили ними, вот, и мечтали, какие они будут, то есть мы уже знали, что тут будут мальчики, и всё было как у обычной семьи, невзирая там на какие-то недостатки, немощи в здоровье. Вот, и мама, она занималась всё своим же делом, а мы свои. И когда в один из моментов она приехала с очередных, так называемых, сеансов, вот, в ночь, это было преждевременно, и по сроку у меня начались роды. Наташа родила двух мальчиков. По оценке врачей, они были в удовлетворительном состоянии, и Наташа с Игорем были уверены, что всё будет хорошо. Но случилось страшное. Мальчики умерли. И это было потрясение. Вот, это было море слёз, это была депрессия, и это продолжалось в течение месяца. Когда мальчики погибли, то тогда просто смысл в жизни был потерян, потому что все планы на будущее, они рухнули, и мы оказались в тупике. Также после этого Наташа узнала, что больше не сможет иметь детей. Я плакала, муж плакал вместе со мной, и мне казалось, что это безысходность, другого варианта уже не будет, что на этом всё уже закончилось. Потому что мама говорила, это знак с неба, чтобы вы не жили вместе, это Бог забрал детей, потому что вы вместе не будете жить. Вот, и поддержки такой ниоткуда не было, кроме как от мужа. После потери детей пошёл удар по семье, на разделение семьи, что ты никто, ты не работаешь, ты сидишь на иждивении. Хотя до этого всё было гладко, всё было хорошо, вот у вас всё будет, вот только сейчас потерпите. Дальше просто на этом кошмар не закончился, он начал продолжаться, потому что я заметила, что когда мы приходили к нашим друзьям и знакомым, у которых были маленькие дети, я уходила оттуда с сердечной болью. И просто произошла ситуация в нашей семье, которая перевернула всё в нашей семье. Это мы были на дне рождения у наших знакомых, и там малышу было три годика. Вот, и я весь вечер наблюдала за этим малышом, и там ещё всё было нормально. Но когда я пришла домой, то просто моё сердце, оно разрывалось. Вот, оно кричало, и я плакала, и сказала, Бог, если ты действительно есть, если ты реален, сделаешь чудо в моей жизни. Я хочу иметь ребёнка, и пусть это будет свидетельством того, что ты есть. Вот, и через месяц мы узнали, что мы ждём ребёнка. Наташа и Игорь обратились к Богу, и уже потом, читая Библию и общаясь с верующими, они узнали причину своих бед. Вся огромная проблема, которая пришла, в частности, в наш брак, она связана с тем, что это показание за то, чем занималась моя мама, за то, чем занималась, как мама говорит, бабушка этим занималась. Вот, за то, что я сама лично была вовлечена в астрологию, и хотя косвенно, но была вовлечена во всё то, что делает мама. Вот, а это не Божье занятие. Теперь Наташа и Игорь строят свою жизнь на Слове Божьем. У них родились три девочки, и Бог полностью восстановил их семью. Также, сверх этого, Бог дал им возможность воспитывать и заботиться о детях, потерявших своих родителей. Все они называют Игоря и Наташу папа и маму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова